Здравствуйте! Я нахожусь на Розе Хутор. Солнце очень яркое, поэтому с вашего позволения я в очках, чтобы не жмуриться. Я планирую сегодня отвезти вас и показать, познакомить с Женей Козубовым. Ресторан Бестро 560. Он расскажет, почему оно так называется. Но я хочу для вас заметить. Женя мой старинный кореш, известный шеф по питерским, краснодарским проектам, участник, спикер всех крупнейших гастрономических шоу в России. Да, вообще чувак такой, скажем, в хорошем смысле повернутый, потому что то, что он делает на тарелке, это всегда вкусно, это всегда немножечко абстрактно, интересно, эксклюзивно. В общем, пойдемте посмотрим, что у него внутри, и сами все поймете. И с шефом познакомлю. Пойдемте. Это Козубов Женя. Правильно сказал? Я отчество не сказал. Зачем? Отчество мы не будем говорить. Хорошо, что ты фамилию правильно сказал. Некоторые говорят Козубов. Правильно, Козубов. Женька тот еще путешественник, экстремал, в хорошем смысле этого слова. Не то, чтобы он там на лыжах кверх ногами гоняет. Я про еду сейчас говорю. Так я и на лыжах не гоняю. Не гоняешь? А, ты сноубордист. Сейчас никого нет в ресторане, ресторан еще закрыт, поэтому если там кто-то будет бродить на заднем фоне, ничего страшного, не обращайте внимания. Мы тут приехали. А ты наш персонал? Да, да, да. Я приехал поесть. А Женя будет кормить меня. Женя до съемки, и Женя сказал, говорит, мы типа акцент на хлеб не делаем, то есть нет такой первой подачи, сел за стол, да? Да, да, да. У нас нет такого, что вот сели, вам принесли хлеб, начали хвалить свой хлеб. Не могу я там сказать, что у нас хлеб всему голова. Мы более делаем акцент на другие, на соус, на вкус продукта, на подачу, вообще на интересное сочетание. А про что это место? Слушай, всегда задают этот вопрос по поводу места, как идея вообще родилась там, концепция, да? То есть до этого я там работал в одном ресторане, да, тут же на поляне. Ну, отличалась там, потому что там простая русская кухня, и здесь надо было что-то сделать такое, что-то модненькое. Ну, потому что я когда посмотрел дизайн, он модный, он из картины прикольные, которые, ну, как бы сразу обращают на себя внимание, вот эти зеркала мы повесили. Вот такое сочетание там типа Питера, Москвы, что-то там все вместе, вот, и захотелось, наверное, Питер, Москву сюда чуть-чуть подтянуть, именно по вкусу. Туристов мы из Москвы, Питера много? Да, да, а многие заходили и такие, о, мы так прям, как дома. Ну, да, да. Как чувствуется вот это вот такое, веяние Питера или Москвы, вот. По названию, по названию, вот, мы находимся на высоте 560. Поэтому название 560, да? 560, да. А просто еще Роза, как бы, она так относится, ну, сама администрация Розы, одна к этим всем названиям относится так, чтобы все четко было, ясно, вот. Мы хотели сперва, я не помню, как хотели назваться. Пришло просто, я говорю, давайте Бестро сделаем, но Бестро, Бестро везде. Я говорю, давайте на французский моем, Бестро-то. Забежали, лыжи поставили, сноуборды поставили на улицу, забежали, перекусили и катать. Все, ну, вот так идея родилась, то, что по поводу названия и все это. А по концепции, ну, хотелось просто, хотелось простую еду, но почему-то получилось непростая для наших гостей, да. Вот, да, так как здесь можно все шашлыки рядом, у нас хинкали, пицца. Тут любят, на самом деле, на курортах, чтобы в одном ресторане все было в одном меню. А у тебя есть какой-нибудь там хинкали какой-нибудь такой? Да нету. Какой-нибудь фильди-пёрсер? Нету, нету, нету. Мы вначале открываться, у меня времени много было. Я тут сперва одно меню придумал, потом другое, потом сходил там в ближайшие заведения, посмотрел, что у них вообще. А у них одно и то же. Только у кого-то есть шашлыки, у кого-то нет, но везде хачапури. Ну нет, тут рядышком есть же рестораны, которые там такие классики. Типа белые скатерти, да, белые скатерти, бокалы. У нас нет скатерти, у нас прикольные разноцветные столы. Вот, слушай, и мы так подумали, что хотели сперва сделать типа сочетание там южных продуктов и северных продуктов. Поигрались, поигрались. Ну да, гости там из севера, который приезжал к нам, увидел в меню название там Сугудай. Я такие, о, ничего себе, давайте пробовать. Были такие отзывы, говорят, блин, как будто мы там, у себя. Опять же попали. А из чего Сугудай у тебя? С Муксона. А, с Муксона. Ну ты попробуешь. А, окей. Ну просто я люблю работать с продуктом, которого здесь как бы нет, мало его встречается вообще. А это не опасно? Как бы, если нет продукта в регионе, он либо дорогой приезжает. У меня хороший поставщик, мы хорошо его обрабатываем, вот, уже научились. И я вот, мне нравится северная рыба. И вот, ну, как бы. Да кому ж она не нравится? Сладкая рыба, речная, конечно, вкусная. Мы за такую простую, за простую такую, наверное, концепцию. Простой и вкусный. Вкусный еды. Но в то же время чуть-чуть сложный. Я понял. Давай начнем с чего-нибудь. Давай, я сейчас тебе принесу. Что здесь в тарелке у нас первое? Так мы с тобой заговорили как раз про северную рыбу. Вот у нас получается и северная рыба. А-а-а. Муксун. Муксун. Муксун, битые огурцы, спаржа, фенхель, цедра апельсина и соус на основе абхазского лимона, мед и оливковое масло. Свежее такое вот. Видишь, подаем не хлеб. Будем удивлять, давай, севиче у нас. Надо перемешать, оно у тебя чуть-чуть замаринуется. И почувствуешь, что сейчас просто весна, мы сейчас как раз вот к весне подготавливаем. Это к лету, да, у тебя предложение? Да, 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 как раз вот. Кумквата нет, не сезон. Ну, никто не знает этот прикол. Я на одном мастер-классе говорю, да какой кумкват абхазский? Да, это мастер-класс, помнишь, идет такой, идет, идет. Я говорю, ну, и мы привезли абхазский кумкват. И Вася мне такой говорит, какой кумкват, ты что, сейчас я буду этот, дай посмотрю, кумкват там не растет. Я говорю, потом посмотришь, в конце мастер-класса. И Вася посмотрел. Растет. И кумкват растет. Абхазия, да. Да, ну, нет, классный мастер-класс был вообще там. А Женька теперь потролливает, нет, нет, раз месь, фоточку скинет мне, кумкват пришел. Да, 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 ну, как тебе? Очень свежо. Вот так и удивляешь. Свежестью. Ну, видишь, я не люблю, видишь, оно такое, и рыбу чувствуется. Чувствуешь? Но она не на первом плане, она там где-то спрятана. Я не забиваю ее уксусом. Я понюхал, рыбой не пахнет, да. Да, не забиваю ее уксусом, что-то, да. Это я приехал в Новосибирске или где, или в Красноярске. Там прям в банках, в эти, в Гуда и по-друге. Есть есть, да? Ну, да, да, да. Вот здесь мы прям свежат. Ну, очень хорошее качество. Я вот, честно, спасибо нашим поставщикам, что слышат меня по качеству продукта. Но если нет, вот сейчас вот они, вот это свежее прямо сейчас в плане заморозки. Они сейчас привезли, ну, затарились. До этого не было. Два месяца или три не было вообще уксусом. Он когда долго лежит, потом, да, начинает рыбой пахнуть. Вот этот не пахнет, очень качественный. Что, огонь? Давай следующее. Давай, давай, давай. Я пока расскажу, что здесь, почем. Понятно, фенхеля здесь немного. Продукт экзотический, на первый взгляд, но продается вообще везде. Тем более, что рестораны работают с поставщиками, у поставщика фенхеля есть круглогодично. Ну, да ладно, не про него сейчас речь. Рыба вкусная, действительно. Я, как красноярец, как сибиряк, понимаю толк в речной рыбе. Здесь муксун шикарный. Но огурцы подмаринованные слегка. Женька так сказал, битые. Сейчас уже в ресторанном мире, в российском социуме, битые огурцы уже это все, что можно было чуть-чуть там их как-то запрессовать, компрессировать. Но это никакого отношения к китайским битым огурцам, к оригинальным не имеет. Просто вкусно приготовленные огурцы, соль сахар, там где-то какие-то кислоты, в общем, все это. Спаржа. Сейчас сезон спаржи начинается, поэтому у Женьки тут спаржа, видимо, я так думаю. К лету готовится, летом спаржи много всегда в магазинах. Ну и вроде, казалось бы, рыба, спаржа, огурец, фенхель. Четыре ингредиента и хорошая заправка. Вот тебе и интересное, современное такое, немножко фельдиперсовое блюдо, которое действительно позволит вам провести вечер, несмотря на такое маленькое помещение. Ну, бисстро, понятно, это не курортный ресторан, 200 тысяч посадок и шашлык. Давай быстрее. У Женьки такой авторский стиль, авторская кухня, он все такое деликатное делает. Но при этом, конечно, вот после таких шефов очень сложно снимать простые рестораны, потому что я понимаю, что кухня действительно разная у каждого шефа. Я и канал это делаю не для того, чтобы рассказать, что каждый шеф имеет определенные навыки, видения и все такое. Каждая еда в каждом ресторане на каждый вкус. Есть и дорогие рестораны, есть и недорогие рестораны, есть и дешевые рестораны. А есть вот такие, как у Женьки, стильные, авторские, модные, молодежные. Тартар, говядина, пармезана с белым шоколадом, также там потом перемешаешь, желток конфи. Многие добавляют черемшу, а мы добавляем маринованный папоротник. Был момент, когда папоротник начал вылазить из земли. Мы с Серегой, с моим су-шефом, ну и с ребятами там, с Вовкой пошли. Пошли заготавливать? Да. Офигеть. Блин, он настолько в этом году быстро вот этот перерос, что мы там, знаешь, вчера посмотрели, да-да-да, посмотрели. Только из земли торчит. На следующий день пошли, уже побеги вот такие. Ну, то есть, ну, нашли все равно, чем выше пошли, побеги нашли. Замариновали, и нам сейчас хватит, ну, я думаю, на летний сезон нам хватит этого папоротника маринованного. Попкорн, гречи добавили туда, и сверху еще натерли белый шоколад. Ёшкин кот. Все очень просто. Все очень просто. Простые ингредиенты. Да, простые. Ну, да, мы еще любим, знаешь, там, заморочиться по поводу, там, сходить в лес, что-то там поискать, нарвать. Мы тут дикую кислицу собирали, тоже она только-только там пошла, да, появилась, мы сразу ее, хоп, сорвали. В салаты добавляли, или в какие-то там закусочки. Гости такие, о, ничего себе, что это у вас с нашего огорода. Мы говорим, да нет, вот, сходили утром, нарвали кислицы. Но у вас огород большой тут. Да, тут вообще, главное, знаешь, это разноуровневый. 560, 1100, 2300. Вот уже ближе к июню на 2300 пойдем. Что-нибудь там. Там что, снег типа стает, да, и пойдут первые ростки, да? Там можно еще папоротник ставить. Да, да, да. А, прикольно. То есть, если начнет заканчиваться, мы знаем, куда идти. На 560 уже нету папоротника. Вот, мы собрали. Сейчас побеги, побеги, елки как раз еще пойдут, молодые. Соберем, заморозим, масло будем настаивать. Вот, Вась, пробуй. Пойду к тебе готовить. Я тебя хотел спросить. Да не, я просто хотел про мотивацию, про твою как бы. Слушай, мотивация больше, на самом деле, мне же интересно вообще всегда в стройку входить, что-то свое, там, вот это вот. А когда уже проходит год, такой, вроде хорошо, но что-то не хватает. Бытовуха какая-то начинается. Да, 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 что-то не хватает. Поэтому я и люблю, там, когда у меня, там, два раза в месяц гастро-ужины. Мне спрашивают, там, у тебя скучно тут жить? В Сочи. Ну, еще в поляне. Я здесь прожил, как бы, в поляне полтора года. Сейчас уже переехал ближе к морю. Почему возле моря пожили? Мне говорят, скучно тебе жить? Я говорю, нет, не скучно. Почему? Я говорю, зимой у меня сноуборд, летом у меня море. И плюс еще я каждый месяц гоняю, там, на ужин, Питер, Москва, там, другие города. Даже, вот, там, Ростов близко, но все равно нас куда-то съездить. Но по серпантину пять часов там пойдет? Да нет, я лучше на поезде, на ласточки. Или самолет. Самолеты сейчас не летают. Да, не летают сейчас. Да, да, да. Я говорю, мне здесь нравится продукция. Ну, типа, продукт, сам продукт. Ну, не могу я вот пластмассовые томаты есть. Сейчас, для меня сейчас даже еще томат, он пластмассовый. Хотя у нас май месяц, пройдет и... Ну, говорят, вот, в Краснодарске уже пошли, зимняя посадка. Да, 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 еще вот, у нас ребята поставщики, ты следующее блюдо попробуй. Нет, ну, сегодня тоже блюдо блюдо. Они нам таскают оттуда, едут по станицам, собирают у местных жителей продукцию. То есть, потрясающие продукты привозят. То есть, томаты, там, не знаю, все, что спарышу. В прошлом году они мне привезли томат. Знаешь, сколько килограмм один? Ну, вот, примерно. Один томат? Один томат. Один, один томат. Слушай, азиминусинский в прошлом году килограмм 750 граммов рекорд был. Могу же, могу предположить, килограмм. Нет. Килограмм 800, прикинь. Да? Вот такую вот дулю привезли. Называется Амурский тигр. И у меня томаты, я снимал еще на камеру. Знаешь, у меня один лежит. А, черри я положил. Кумато. Черри, потом тын-тын-тын. И вот такой вот лежит. Арбуз просто. Томат. Мы делали... Килограмм 800, конечно. Да, я гостей угощал, знаешь, просто вот, ну, типа, приходили гости, мы угощали этим томатом. Я нарезал и вот так вот на тарелку клал, солью посыпал, оливковое масло и перец и выносил. Он говорит, это что? Я говорю, томат. Слайз томата. Просто слайз томата. А он мне говорит, вы где вы еще взяли? Я говорю, у меня пацаны тут возят. Прикольно. Ну, то есть интересный продукт есть, поэтому, как бы, в Питере тебе не привезут, или в Москве томат 1,8 кг. Но зато малышей таких привезут, как краполей. Ну, любят же в Москве эти узбекские, да, больше, но они тоже вкусные, потрясающие. Вкусные, вкусные. Потому что зимой здесь таких не найти, я в Москву ездил зимой, пробую. Думаю, все зиму едим, нет, они дорого стоят, понятно, зато ты ешь, блин, думаешь, да ладно, что так можно было. А сюда, знаешь, приезжают гости и начинают, а можно нам просто вот салат с вашими кубанскими томатами, краснодарскими огурцами, там, ялтинским луком? Ты говоришь, да, можно, в июле, но не зимой, не в январе. А гости же приезжают, думают, что у нас тут вообще теплица. Один краснодарский край, это одна сплошная теплица. Теплица все растет. Все есть. Клубника и томат только все засажены. Да. Давай, а то я уже почти доел, мне еще надо рассказать. Давай, давай. А ты второй блюдник. Тартар не очень похож на тартар, потому что, во-первых, ты не понимаешь по вкусу, что это сырое мясо. Желточек там такой вязкий, не растекается как сырой и все такое вязкое какое-то. На мой взгляд, очень хорошая текстура. Шоколад дает десертную какую-то нотку, его не так много. И он, в общем, не похож на то, что это тартар с шоколадом. Шоколад здесь только дает флер. Знаете, как будто, вот как добавляют ваниль в какое-нибудь, какое-нибудь блюдо не для того, чтобы это блюдо стало ванильным, а всего лишь подчеркнуть. Так и здесь. Шоколад все это подчеркивает, пармезанчик дает хороший вкус, каперсы, попкорн из гречки хрустит, дает текстуру дополнительную. И все. Дорогие мои любимые подписчики, спасибо, что вы есть у меня на канале. Я вам хотел вот что рассказать. Смотрите, у меня есть вот такой соус. Острый арония. Это черноплодная рябина. Очень вкусный, классный соус. Такого прям фиолетового, такого классного цвета. Стильная бутылочка. У меня под роликом будет в описании ссылочка на мой магазин, в котором они есть. Это моя личная разработка. Заходите, покупайте, попробуйте. Просто мне вот интересно, насколько вы выберете. тот или иной соус. У меня еще есть сельдерей, но возьмите, попробуйте два. Просто для каждого человека разный соус больше заходит. Вот мне, например, очень нравится арония. Но когда я ем мясо, мне нравится сельдерей. В общем, заходите, смотрите, пробуйте. Забыл про скидочку. По промокоду шеф 20%. Ну что, бонус-то хороший. Соус вкусный. О, окрошка. Окрошка. Лето, скоро лето. У нас уже начали гости спрашивать, окрошка когда будет, окрошка когда будет. Скоро будет окрошка, но первую окрошку попробуешь ты. В этом сезоне? В этом сезоне, да. Окрошка с пастрами. Добавили свежести немного базилика, горошка зеленого, немного укропного масла, кислицы. Все, огурчики, пастрами и яйцо. Да, и хрен натерли. Вот. В основу у нас идет мацони и огуречный фреш. А, вы на кавказский манер, да? Да, мы сделали на кавказе, без этого никак. Потому что у меня, например, на канале есть и на кефире, и на квасе. Ну вот, две же, два полюса. Две будет на мацони. Ну мне нравится с мацони работать. Я вообще имею в виду кисломолочные продукты. Так вот, сильно-сильно разделились. Короче, на мацони посмотрели, людей мало. На квасе много. И там, и там комментов было много, типа, ой, а кто вообще на мацони ест это самое? То есть, вот, широкие массы, например, не знают, что Кавказ ест нам кисломолочных продуктах. Потому что вся, весь Дальний Восток, Сибирь, Урал. Кефир, да? Квас только. Квас, да. Мне не нравится на квасе. А тебе не нравится? Вот мне нравится. Я даже не даю гостю вот этот выбор, вам на квасе или на мацони. У нас только на мацони. Потому что по прошлому году, по прошлому лету, есть такая, ну, типа, у нас разграничение было, но по продажам мацони опережает квас. Потому что вы на Кавказе находитесь, да. А в центральной России... Хотя, знаешь, когда я маленький был, я вообще с Краснодарского края. Я родился в Ростове, но все лето прожил у бабушки. Каждый год ездил на Кубань. И мне вот такие, помнишь, баллоны вот эти с квасом? Да. У меня бабуля делала этот квас, и мне нравился квас, мне нравился квас, мне нравилась окрошка на квасе. Сейчас я не могу на квасе. И у меня квас не получается, такой, как у нее, а хочется повторить. Что они там этот, что эти бабули туда, как говорится, запихивали. Эти баллоны, что-то, ну, такой вкусный квас был. Еще выпьешь, знаешь, так, в детстве. И чуть-чуть, и день, как мужу, веселее. Что улыбка, да, и побежал в шортиках. Картошка жженая у тебя здесь, да? Да, чуть-чуть подкопченая. Да, чуть-чуть подкопченая. Ну все, здесь ничего лишнего-то нету. Огурец, мясо, картошка и яйцо. Ну и заправка. Да. Ну, горох добавили. Он такой более плотный. Сейчас будет свежий горошек пойдет. Сладенький, да? Да, 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 сладенький, чтобы он сладость. Это максимально нестандартная окрошка, которую можете себе представить. Неправильно сказал. Нетрадиционная в общем понимании русского человека. Если вдруг вам сделали окрошку, либо на кефире, если вы едите там на кисломолочных или на квасе, и она невкусная, значит просто приготовили невкусно. Потому что сколько было споров на канале про то, что в России не так популярна на кисломолочном продукте окрошка, сколько на квасе. Тем не менее, это очень рабочий и вкусный вариант. Ничего лишнего, ну и пастрами, конечно. Оно же копченое по своему вкусу. Оно дает вот этот вот классный, благородный оттенок. А дальше, что, все тут разбавили, все передобавили, убавили, дополнили. И в общем получилась такая, она конечно авторская очень. Но вкусная, этого никто не отменял, этого слова. Жженая картошечка такая, типа, опа, неожиданно появляется. Вроде и все, все ингредиенты-то наши, российские, понятные. А вот так вот сделано. Но те люди, которые не поймут эту кухню, для них, пожалуйста, можно просто в шашлычную сходить. Потому что здесь, конечно, гармонистическая история. Безусловно, нельзя назвать ее какой-то стандартной кухней. Вроде названия все стандартные. Что там, сагудай, да? А под он совсем иначе, авторская подача. Окрошка. Все знают, что такое окрошка. Здесь вы точно не получите того, что у вас в голове. Потому что Женька рвет стереотипы все и делает все иначе. С какими-то правильными фишечками. В этот ресторан стоит зайти только лишь ради того, чтобы попробовать несколько блюд от Женьки. Нежная заправка, хрустящая редисочка, плотный горошек, жженая картошка с привкусом. Потому что мне, например, кажется, что если вот в кисто-молочный продукт положить картошку не обработано никак, она там теряется, как, не знаю, жженая, а не, что она вот такими черными точками. Значит, ее горелочкой, видимо, обожгли потом пастрами. Вкус мясной. Я всегда говорил и у себя на канале, что экспериментируйте с мясом, добавляйте копченую колбасу или добавляйте копченое мясо, или добавляйте копченую курицу. Это преобразит вашу окрошку. И здесь. Припеленное яичко, немножко хрена. Его здесь не особо чувствуется, он такой флер легкий дает. Ну и огуречная вода делает ее максимально летний свежий. Хотя, казалось бы, кисто-молочный продукт, нифига, он не летучий голландец, да? Он такой бум, плотный такой вкус. При этом разбавленный с огурцом, он дает очень хорошую текстуру и уводит чуть вдаль кислоту молочного продукта, дает свежесть. Очень подходящая тема на все лето. Всех перчиков обжарили, положили, накрыли, подлили, посыпали, оп, и блюдо получилось. И попробовали. Сейчас попробуем. Да, это вот как раз про местных ребят. Они мне недавно привезли такие перчики болгарские. Я, на самом деле, сам перцы не люблю. Я тоже. Да? Но ем. А я нет. Я? Я только ласточки могу. Знаешь, которые вот сейчас пройдут, там, перец ласточка светлый, салатовый такой. А, понял, Павел. Нежный. Тонко. Да, 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 тонко у него. Фарширует. Вот часто, я говорю, на бане бабушки. Фаршировала. Здесь у нас крем из пармезана, все это мы посыпаем сэр пекорина, далее немного семечек кунжута, подсолнуха и копченая груша. Семена. Да, семена. Кинза, тархум. Без всяких там. Так что попробуешь, я перцы не ем. А кто их пробует? Ну, у меня... Ребята. Команда. А ты их вообще не ешь? Я вообще их не ем. Я ем, я просто вот пытаюсь ем их и в поиске того, что, типа, вот, может быть, это мое любимое будет блюдо, в котором перцы. Ну, как вот кинзу, знаешь, многие люди там не любят, а потом в каком-то блюде они такие, типа, раз для них открылось. Вот, я тоже перцы по такому же принципу ищу. Ну, то есть, они для меня не отвратительны, просто, когда есть выбор, типа, есть или не есть перцы, я их не буду есть. В твоем случае, конечно, буду есть, потому что другого выбора нет. А вот мне и скажешь потом, получились или нет. Классно получились, кстати. Ну, такое легкое, у нас просто сейчас все, как вот, зимние блюда уйдут. Такое более летнее, мне кажется, блюдо. Очень даже летние семена, кстати, очень хорошо. Да. Сырный вкус прекрасный. Пармиджано и Пекорино Романо решают, конечно, многие вещи. В России же редко, кто отдает такие блюда, как бы правильно сказать. Все остальные работают по классической схеме, типа, мясо должно быть там, и это все. У нас нет овощных блюд. Ну, как таковы. Ну, хочется просто сейчас, знаешь, более легкости, что ли, чтобы гость не забивал себя мясом. Это закуска? Это закуска, да. Такая теплая закуска, чтобы мог гость что-то еще заказать. Я просто больше рыбу люблю. Поэтому у меня там, да, 80, нет, 70%, наверное, меню это рыба, а чуть-чуть мяса. Да, я бы тоже так делал. Ну, то есть, дома мы там мясо, вот я с охотки когда есть, думаю, что бы такое, цыпленочкой купишь, там пожаришь. А так вот я могу неделями рыбу есть, мясо на втором плане. И морепродукты. Это само собой, да. Морепродукты сейчас попробуешь. Ты рассказывай, а я пойду. Давай, давай я. Нехарактерное блюдо для Кавказа. Ну, я уже третий раз повторяюсь, у Женьки все нехарактерное, но при этом очень сливочное, потому что крем из пармезана сделан, конечно же, на сливках, и это все невероятно подходит к перцу. Перец сладкий, сливки нежные. Привкус пармезана, такой благородный привкус. Хотя, может быть, большинство людей любят Дурблю. Не знаю, все по-разному все любят, но пармезан любят все. Все, печеный перец, зеленое масло, ничего лишнего. С одной стороны, покажется, что это, может быть, немножко простенькое блюдо, но когда вы его начнете вкушать вечером на ужине, закажите вот одно на всех, 4 перчика, на 4 человек по одному перчику попробуйте. Оно как-то все как будто здесь объединено вот этим вот пармезановым муссом и создает общую вкусовую гамму. Кинза дает нам, не дает забыть, что мы на Кавказе, и поэтому здесь она присутствует. Все люди, которые ездят в Сочи и на Поляну, и в Розу Хутор, точно знают о том, что здесь везде кинза. Местные повара, даже приезжие из Москвы и Питера, все равно используют кинзу. Вообще среди поваров очень популярно есть кинзу. Повара все, я не знаю ни одного повара, кто бы не любил кинзу, все его обожают, все ее обожают. А вот люди, которые приходят в рестораны, не все обожают кинзу, поэтому здесь, сори, точно я вам обещаю, что у всех все посыпано кинзой. Привыкайте. Дальше что? Европа нам транслирует, что мол, типа, ребята, ну что вы там, понятно, что вы там северная страна, что вы там мясо все едите, давайте овощи. В Европе, во Франции, Испании, Португалии, огромное количество мишленовских, ну, это такая присказка, не то чтобы огромная. Есть рестораны с тремя звездами мишлен, которые работают только на овощах, веганские рестораны, и очень круто все делают. Вот это из той области, оно такое, более европейское, хотя мы находимся на Кавказе. Кавказский стиль лег, это кинза, все остальное, да, здесь перцы печеные, вкусно, это Греция, да, любимые блюда. Греция, Болгария, что там, Черногория, они все пекут перцы, очень много популярных, Чехия, но в разных видах, и с сыром в том числе. Поэтому здесь такая европейская закуска, очень мягкая, нежная, но в то же время вкусная. Рапаны, корень сельдерея запеченный. С кусочками, да? Да, да, да. Мус из картофеля жареного, бастурма, и подаем лаваш, свежий, испеченный лаваш. Мне каждое утро привозят ребята лаваш, здесь делают с тандыра. Бастурма с муссом на терочке? На терочке, да, 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 да. Здесь такая, знаешь, идея, море, земля, корень сельдерея это земля, а рапаны самую. Рапаны делаем в свиде. Получается нежный вкус. Какая температура? Записывайте. 58 градусов. 30 минут? Нет. Час? 45 минут. 45, 50? Нет, 52 градуса. 52 градуса, 45 минут. Чуть-чуть мы их обработали, замариновали, туда сливочного масла, и все, готово. Ну, нежненько очень. Улетают. У нас есть отдельный человек, рапанщик. Он переехал 50 килограмм. Он встал. И все, и пропал. На дня два-три перечистил. Всю продукцию чистит и потом готовит. Ну, мы так, знаешь, мы любим сразу же большими парциями заготовить, чтобы... Пакетик вскрыл, прогрел. У меня сразу по порциям. То есть, я знаю, у меня завакуумированный пакет, да, и там сразу, например, 10 порций. То есть, там, по 100 грамм, то есть, там, или по 5 порций. Ну, вообще, я люблю так, знаешь, чтобы у меня все понятно было для работников кухни, которые потом приходят, чтобы меньше вопросов задавали. Ему сразу объяснил, смотри, здесь это, здесь это, все по порциям лежит. Вешенки. Да, вешенки, я забыл. Но мы сейчас их тоже берем. Более такой, чтобы не было. Более летний? Более летний, да. Я еще не думал, на что заменить, но заменим. А ты сморчки не заготавливаешь? Заготавливаю. Сейчас как раз... Сейчас в сезон, да? Да, в сезон, но в этом году, знаешь что, что-то... Короче, сморчок такой, типа, сезон есть, шляпка вот эта вот именно, сезон его нет. Зато есть степной. А степной он... С Ростовской области, да? Да, 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 да. У меня есть женщина знакомая, она каждый год вот ездит туда и собирает там сморчки. Мы в этом году немного заказали, но заготовили. Сейчас мы будем блюда запускать с сморчками. И черные лисички она тоже собирает. Так черные вон бабульки продают прям на улицах Сочи. Нет, он... Смотри, я с ними как бы давно работаю с вот этими там женщинами. Здесь они там сморчки, черные лисички, опята, просто лисички. Грибницы такие я их называю. Мои грибницы. Поэтому заготавливаем так, как и папоротник. Славашом попробуй обязательно в конце вот так. Да столько еды, я, короче, не хотел бы занимать место хлеба. Попробуй. Ну я чуть-чуть попробую. Ну да, попробуй. Потому что здесь классно все. Но вот честно признаться, пока что вот, наверное, самые лучшие рапаны на всем Черноморском побережье. Во всех ресторанах не пробовал, но во многих пробовал. Очень нежные, очень классные. По текстуре моя жена бы сказала, о, наконец-то нормальные рапаны. Вот так бы сказала. Опять сливочный вкус, любимый русскими гастрономами. По текстуре вешенки похожи, когда раскусываешь на рапан. Сельдерей в меру чуть-чуть аль денте. Но готов. Бастурма дает вкус умами, дополнительный, мясной. Но не мешает. Нет ярко выраженного запаха мяса. Поэтому и нет конфликта между морепродуктами и мясом. Все остальное... Женька сказал, хлебом надо. Да тут без хлеба все понятно, вкусно. Я когда вот такие вещи, как авторская кухня, или что-то интересное, экспериментальное, я, конечно, хлебом не хочу забивать свой желудок, потому что тут столько вкусов. Да, хрусящий хлеб в сливочную массу. Топчик рапан. Красавчик. Уксусы тебе принес. Надо отгадать, какой и где. Это красная капуста. Вот это? Вот это. А вот это? Это вроде что-то там, типа яблоко. А это комбуччо-лаванда. Парни у меня пробуют. Экспериментируют. Прикольная. Вы ее разводите, потом газ с водой и лимонад делаете? Нет. Я для ужинов делаю вот эти все уксусы. Устрицы, где я готовлю, знаешь, для закусок. Вот недавно делал соус лаванда, мед, кустрица. Получилось потрясающе. Вот он на лаванду больше похожий, чем комбуччо. Шеф попробует. Что вы там готовите? Я говорю, сидят там. У нас есть комната, там у нас дегидраторы стоят, уксусы, это все бурлит там. А сейчас ты пробуешь фланг стейк, можжевеловая соль, немножко. Сверху? Да, сверху. Лук конфи. Натираем также копченую грушу и соус из черного ферментированного чеснока. Чеснок сами делаем. Попробую лук, мясо, чтобы... Прикольно. А что такое плотность дает? Много чеснока, что ли? Да. Айоли. Больше чеснока. Это еще не плотно. Желток там, да? Желток? Да, на желтке с черным чесноком. Вот. И холодное масло. Изливаем. Это белый лук, не репчатый. При низкой температуре, 80 градусов, со сливочным маслом. И на всю ночь ставим конвек томатик. Немного соль, тимьян. Вот такие. Без воды? Без воды. Он не высыхает при 80 градусах, да? Не высыхает. Все просто, Вась. Лук, мясо и соус. Все. Три компонента. Все просто. Но только из черного чеснока, лук, конфи. Потом, знаешь, у нас мужики, приходят в гости. Мясо хотим. Сразу представление. Они же в горах. Шашлык там, не сухар. Ай, все будет. Приносят кусочек. Это гарнир. У меня гарнира нету. В заведение. Ну, возьмите салат, знаешь. Они не понимали. Гости, ну, не понимают. А которые уже там, прошлогодние приезжают, также к нам приходят. И то, мы у вас в прошлом году были. Говорят, хорошо, что у вас все стабильно. Давайте. Ваше мясо там. Или рапаны. Не могу я, понимаешь, меню менять или сезонно, или вообще выводить полностью. Знаешь, взял меню и поменял меню. Тут же мы на курорте находимся. У нас хиты постоянно в меню есть. Люди приезжают. Знаешь, тут с кем-то мы разговаривали, не помню с кем. Из просто посетителей, я имею в виду, из гостей, с гостями курорта с кем-то разговаривал. Они говорят, ой, да, местным типа тут пофиг, они же все равно, у них турпоток большой. Вероятность того, что второй человек придет как бы маленькая, поэтому они делают как попало. Есть, возвращаются. Да, возвращаются. И много возвращаются. То есть, сочинцы, которые там внизу живут, да, они вообще говорят, если бы вы там открыли бы, мы вообще бы помнили. Каждый день ходили. Откройте такое же бестро внизу. Ну, не каждый, понимаешь, появится. В Сочи там много заведений, а вот таких, как мы, мало. Все однотипное. Ну, нет, там есть, которые, я к ребятам хожу, к своим друзьям, мне очень нравится. Школьный гарнир, лука кусок. Ну, только кусок. А здесь мода пошла на лук. Заметил? Заметил. Пироги с луком делают, вот это вот все там, лук при низкой температуре, со сливочным маслом, сюда обжаривают, газируют его, и на тесто, и там. Я пошел с десертом. Давай. Фленк стейк, видите, серединка, даже не медяшная, это, наверное, medium-re, серединка. Край, понятно, все это обжарено прекрасно. Жира достаточно, несмотря на то, что это альтернативный стейк. Он не мягкий, как филе миньон, но и не жесткий, например, как другой такой же фленк стейк, жареный до medium-well. Он уже на medium будет дерево, а на well done это будет просто вот, можете его брать и тарелку разбить им. Поэтому прожарочка самая оптимальная для этого стейка, что показывает профессионализм шеф-повара. Лук, средство семейный дук, мы это знаем, раз. Во-вторых, тренд есть такой на лук, да, Женька прав, но не все его используют. Я вот, например, вы же у меня видели на маленьком канале рецепт фрикадельки с темным соусом. Там тоже большое количество лука, соевый соус, сахар. Ничего особенного. Здесь особенное вот, это крем из черного чеснока. Чтобы вы знали, черный чеснок 21 день ферментируется, поэтому для того, чтобы сделать этот соус, нужно было 21 день заранее положить чеснок в постоянную температуру нагрева. И в нагреве 60 градусов 21 день лежит. Соус такой, конечно, нестандартный. Прикольный, интересный. Ну, простота блюда. Видите, такие концепции, как у Жени, и конкретно ки-шефы, как Женя, работающие в таком направлении. В трехкомпонентных блюдах. Они берут, каждый продукт идеально допиливают. И здесь не нужно много-много-много всего чего-то. Лаконичность. Главное, двигатель прогресса. Каждый продукт приготовлен хорошо. Все вместе вкусно. Непонятно, если для тех, кто шел сюда за шашлыком, а получил вот такое блюдо. Но это прям нужно быть гидонистом, для того, чтобы ходить в такие рестораны. Типа, оп, блюдо одно попробовал, все кайфанул. Определенная вкусовая гамма. Все, достаточно. Брауни. Брауни. Шоколадное брауни, попкорн, греча, мороженое из тыквы. Я надеялся на манго. Нет. Думал, это очень популярный продукт манго в России. Нет, мы сделали из тыквы. Кислица и немного соленой карамели. Все просто. А, соленая карамель, ага. Да, да, да. Ну, она чуть-чуть пропитана брауни с соленой карамелью. За счет нее попкорн греческий. 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 Есть у нас один греческий. Греческий попкорн. Это элифтериаде, да. Да, да, да. Так что, пробуй. У нас до этого были десерты, знаешь, такие громоздкие. Ну. Вот. Ну, сейчас отошли от них все. Вот это маленькое сделали. Чтобы гость мог два десерта попробовать. И когда уже ты прилично наелся, а потом тебе еще тазик Наполеона приносят? Ну. Как в одном заведении. Наполеон вот этот, видел? Отрезают, выносят. На тележке. Прям при гости отрезают. Шляпс еще. Поджелудка все. Отлетело. Беременные люди выходят такие из кафе. Ну, типа, я на самом деле не люблю вот это. Знаешь, когда большое все. Надо, чтобы... Я просто любитель десертов. У меня вообще в семье любят десерты. Надо сразу три. Я прихожу сразу, и в конце я оставлю место для трех десертов. Потому что, ну, сейчас вообще, как бы, десерты вкусные делают. И кондитеры у нас вообще отличаются... Ну, типа, уровень кондитеров сейчас, конечно, вообще потрясающий. Ну, мы сами делаем. У нас нет кондитера. Вот ребята... Я говорю, надо сделать десерт. Давайте шоколадный. Давай, все. Утвердили, утвердили. Меню запустили. Так, в принципе, все меню. Угу. Меню запустили. Это услышать от гостей, типа, ребят, спасибо большое. Вот так, но... На этот... На новогодние праздники было. Тут же биток вообще будет. В Новый год биток? Вообще народу биток туда? Вообще биток. Посадка, ну, знаешь, сейчас это скажу. У нас еще завтраки зимой. Угу. Мы открывали, самые первые мы открывались. И вот у нас на завтраке две посадки, в три. Со скольки до скольки? Мы открывались в прошлом году в 8, а в этом году в 9. А почему? Потому что режим работы канатной дороги сместился. В прошлом году они раньше открывались, в этом году чуть позже. И в принципе раньше открываться не зачем было. И на завтраке у нас прям хорошо. И потом, знаешь, такой перерыв небольшой, и к обеду опять начинается. Я говорю, вот гости когда уходят, говорят, спасибо, шеф. Я говорю, нет, вот, ребят, скажите. Я что, я стою только на чеках, в мониторах и кричу, а они-то готовят. Это им надо говорить спасибо за то, что они могут повторить так, как я придумал. И как они придумали. Поэтому я всегда говорю, что команда, которая за спиной, это самая главная шефа. Слушай, но брауни влажный, все в общем в порядке. Ну рассказывай. Сочный бы я хотел сказать. Сочный в Сочи. А что-то Сочный в Сочи какую-то придумали, тему эту, да? Нет. Это я только что просто... Это хэштег, да? Нет, я просто... Я где-то читал. Нет, есть, знаешь, этот... Фестиваль какой-то, Сочный в Сочи. Нет? Нет, я только что просто... Из уст мэра Сочи я это слышал. Ну, может быть. В прессе. Да? Хэштег придумал. Я посмотрел. Не хэштег, это называют... Короче, они сейчас мутят лет, на лето какой-то фестиваль, типа гастрита. Ага. Сочный Сочи будет называться. Заклянили. Типа созовут рейстики, всякие производители, всё-всё. Сделают, короче, такую, как ярмарку для народа. Вот. Сочный брауни. Сочный брауни и... Хрустящая поп... Греча. Греческий попкорн, да. Греческий попкорн. Запомни. Потом поймёт. Будет смотреть, поймёт. Ага, про меня, про меня. Тыква. И тыква. Такая нейтральная, можно сказать. Нету яркого овощного вкуса. Ну, и нету яркого десертного вкуса. Есть же люди, которые тыкву не любят. Да. Просто этот продукт, он дешёвый. Там типа из манго делаешь. Ну, как бы манго зашквар, мне кажется, такой. Ну, накормил Васю. Накормил. Накормил Васю. Десерт неоднозначный. Он непривычен к пониманию десерта. Ну, вот мы привыкли. Наполеон, Медовик. Что там ещё? Тирамису. Все фигачат. Панакота. Вы пришли в авторский ресторан, получите авторский десерт. Он вкусный, съедобный, хороший, классный. Но не в том представлении, что есть у вас в голове. Поэтому, так как я за расширение гастрономического кругозора, это место на карте должно быть такое. Для расширения гастрономического кругозора. Приходят люди для того, чтобы немножко удивиться и попробовать новое сочетание вкусов. А не кто-то уже пришёл, а кто-то ещё нет. Надеемся, что вы тоже придёте и расширите свой гастрономический кругозор. Ну, дальше что? Дальше жизнь, дальше еда, новые продукты, солнце, лето, роза, хутор, кайф. Да. Я про это. Походы по лесам, за новыми вкусами. Если их нет уже на 560, то мы на 2300 обязательно найдём. Папородник, блин, последний, типа в августе. Как это? У вас побеги новой свежего папорника? Да, только снег сошёл. А в этом году так и будет. Скорее всего. Спасибо. Спасибо, что пришёл. Вкусно. Пока.